Сколько из вас верит, что Слово Божье живо и действенно? Живо и действенно. И когда оно приходит, это возможность тому, чтобы кого-то жизнь изменилась. Когда я был в Астрахани, в России, перед тем, как переехал в Москву, где-то в 8 или 9 вечера студенты собирались в моей комнате. И это начиналось все с одного человека. Я начинал делиться Словом, и потом кто-то еще присоединился, и еще кто-то, и без молитвы. Лишь в служении этого Слова. А было такое, что люди не могли ходить, их относили обратно в свои комнаты. И во время этого служения Слова сила Божья сходила в этой комнате. Иисус творил большинство Своих чудес Словом, потому что все, что было создано, было создано Словом. И в следующие несколько минут я хочу, чтобы мы все были открыты. И пусть ваш дух будет готов и открыт принять все, что Господь будет говорить. И те, кто нас смотрит онлайн, в духовной реальности нет расстояний. И Господь сегодня хочет посетить и ваш дом. Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо за сегодняшний день. Возьми эту кафедру и говори с нами. Возьми наши уста, наш разум и говори к нам. Пусть не человек говорит, но ты говори через человека. И после всего возьми славу себе. Пусть ни один человек не возьмет славу себе. Могущественное имя Иисуса. Аминь. Те, кто сегодня к нам присоединились в первый раз. Мы вас приветствуем. Пусть Бог вас благословит. Давайте поаплодируем. Это церковь Ассамблея Духа. Место, где мы верим в Серхъестественное. И мы также верим в Слово Божье. И сегодня будет как бы продолжение той темы, которую начали на прошлой неделе. Две недели назад. И тема называлась «Стражи на стене». Но сегодняшнее название другое, но это будет в той же самой теме. И это называется «Кони и всадники». И звучит так очень загадочно. Но на самом деле ничего загадочного в этом нет. Сегодня наше, то, чего мы хотим достичь, сегодня Бог нас как бы сравнивает с конями. И мы видели уже прежде, когда мы были сравнены с орлами. Библия говорит, что те, кто надеются на Господа, будут парить как орлы. И Иисус Сам использовал очень много разных притч. И Бог всегда осторожен, какие же сравнения Он делает со Своими дочерьми и сыновьями. И есть что-то, чему мы можем научиться из этого местописания, которое будем читать. Где Бог нас сравнивает с конями и всадниками. И Он не только говорит о христианах, Он говорит о христианах, но говорит о тех, кто будет жить на земле в последние дни. То есть, я и вы. Те, кого Бог будет использовать. Кто из вас верит, что Бог снова коснется Латвии? И Он не будет использовать только иностранцев. Он будет использовать и латышей. Кто здесь латышей, скажите «Аминь». Павел говорит, я становлюсь этим, чтобы служить этим. Поэтому не смотрите на меня, как на нигерийца, я латыш. Чистокровный латыш. Понимаете? Бог вот-вот сделает что-то сильное. И как я говорил на прошлой неделе, Ему необходимы стражи на стенах. И многих из них не видно, они как бы скрытые. Многие пробуждения родились от молитв тех людей, которых было не видно. Иаиль, вторая глава, с первой по пятый стих. Иаиль 2, первой по пятой. Сказано «Трубите трубой на Сионе». Я хочу немножко изменить. «Трубите трубой в Латвии». Это означает, что какой-то звук должен выйти из уст людей в этой стране. Помните, мы говорили, какие же есть обязанности у этих стражей. Библия говорит, «Вы стражи, не молчите. Напомните мне, не давайте мне покоя, пока я не утвержу то, что сказал». Через пророка Ели-Лиля Библия говорит, «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на Святой Горе Моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает День Господень, ибо Он близок». То есть это пророчество о последнем времени, время, в котором мы живем. И каждая часть этого Писания, которое мы будем читать, связана с этим временем, в котором мы живем. Второе. День тьмы и мрака. День облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный. Теперь, мне нравится следующая часть. В русской Библии это все как бы в одной части предложения. Но когда, где сказано, как утренняя заря распространяется по горам, вот это говорится именно о тьме, а не народе. Библия говорит, что будет какая-то тьма, которая покроет землю, и это покроет горы. В английской Библии там точка после гор. И потом сказано, и народ многочисленный и сильный. То есть, во время тьмы есть какие-то люди, например, Самсон, вы можете свое имя там вставить. Сильные и многочисленные. Кого не бывало от века. Вау. В последнее время Бог пошлет каких-то людей или создадит их, создаст, чтобы они были такими, каких мир еще не видел. Кто-то послушайте меня. Ты стал кем-то, кого не узнает даже твой сосед. Ты становишься кем-то, кого даже не узнает твой муж или жена. Когда Иисус служил людям, Его мать пришла. Ему сказали, твоя мать, братья и сестры здесь. Он сказал, скажи им, что моя мать, братья и сестры, и вот эти, которые тут сидят, меня слушают. Это уже не маленький мальчик Иисус, но это сам Бог говорит. Сейчас приходит такой сезон, когда люди смотрят на тебя, и они видят пророчество, когда Библия говорит, что Он творит своих служителей пламенем огня, когда ты становишься пламенем огня, что ты видимо доказательство тому, что Иисус жив. Это не будет в спокойный день. Нет. Там написано, что там будет тьма покрывать горы. Вот что Библия говорит, встань и сияй, потому что твой свет пришел. Но будет тьма, но во тьме тьма делает так, что мы начинаем ценить светом. Если бы не было тьмы, мы бы никогда не ценили свет. Мы бы привыкли к нему. Люди из Нигерии, Африки, может быть и Индии, мы ценим, то тот факт, что тут электричество не отключается просто так. Я не знаю, как в Индии, но в Нигерии, когда электричество включается, мы кричим, слава Богу, даже мусульмане. Это как бы такая знакомая фраза. И мы как бы восхваляем вот эту компанию, которая, ну, имеет это, электричество дает. Их называют Непа. И когда электричество включается, мы кричим, Непа! Оп, Непа! Оп, Непа! Мы как бы слава им, да. И я приехал в Европу. И закрываю глаза. Сплю. И, ну, свет не выключается. Вау! Какое же чудо! Это было чудо первые несколько месяцев. А потом я привык, что если, например, на какое-то время хотят отключить свет в нашем доме, мне уже страшно. Но в Нигерии, если бы у меня было три часа электричества, это прекрасно. Этот день удался. И мы в сезоне тьмы. Но это не сезон, когда плакать. Это сезон, когда нужно сиять. Чем больше у тебя терпения, чем больше пациентов в больнице, тем больше врачи ценятся. Чем больше пациентов, чем больше болезней, тем больше лекарства ценятся. Есть лекарство, которое называется вот так. Это для какого-то вида рака. И они где-то 70 тысяч больше стоят. Один пакетик на упаковку. Почему так дорого? Разве это означает, что вот столько ресурсов надо, чтобы сделать это лекарство? Нет, они видят нужду. И они видят, что у людей нет выбора. Поэтому они ставят такую цену, какую хотят. Пусть Господь откроет твои глаза увидеть нужду и стать ответом. И не жаловаться на тьму. И я этим делился на английской домашней группе. Что мы не должны быть термометром. Но мы термостат. Термометр говорит, что, например, на улице плюс 28. А термостат у тебя в машине. Он меняет температуру в машине. Если плюс 21, включи и дай ему время. Он изменит температуру в машине. Можешь ли ты куда-то прийти и изменить температуру этой среды? Или ты будешь только жаловаться? Моя молитва чтобы каждый христианин стал термостатом. Когда он куда-то входит, то он полностью меняет духовную натуру этого места. И две недели назад я служил в молодежном лагере. И кто-то сказал мне, даже перед тем, как ты начал говорить, когда ты вышел вперед говорить, все в атмосфере изменилось. Не потому, что Бог вылил литр масла или елея мне на голову. Нет. Он в Своем Слове сказал, как Отец послал Меня. Я посылаю вас. И я верю в это. И знаете, во что я верю? Иисус сказал, веришь ли ты, что твой брат воскреснет? Ну да, да, в тот воскресный день. Иисус сказал, воскресенье и жизнь это не день, это Личность. И это Личность Иисус. Иисус сказал, как Мой Отец послал Меня как воскрешение, как жизнь. Я послал Самсона как воскрешение и как жизнь. Если я куда-то приду, там будет жизнь. Закричите Аминь. Есть жизнь. Есть жизнь. И я должен осознавать это день и ночь. Что лев, лев и ночью. Лев является львом даже и днем. Лев является таковым, когда он спит. Ни одно животное не пойдет к льву и не будет его гладить. Не будет его гладить или трогать, потому что он спит. Он спит, теперь можно поиграться. Нет. Даже когда он спит, ни одно животное не подходит. Неважно, играю ли я в футбол. Я несу жизнь. Неважно, ем ли я. Я несу жизнь. Неважно. Может быть, ты плаваешь где-то. Ты несешь жизнь. Если кто-то зайдет в этот бассейн, будет такая твое помазание будет передаваться. Это моя жажда. Второй стих. Народ придет. Многочисленный и сильный. Кто-то скажет, я необычный. Я необычный. Сильный народ придет. Кого не было от века. Никогда не было такого Самсона. Никогда не было такой Аусмы. Только одна такая Настя. И вот в чем вопрос. Исполню ли я то, к чему был призван? Или буду ждать другого? Иоанн Креститель спрашивал. Идите к Иисусу. Спросите Его. Ты ли тот? Или нам ожидать другого? Иисус сказал, не, не, не. Я Он. Я Тот. Скажи Иоанну, что слепые видят, прозревают. Какой же способ, как себя представить? Он, по сути, не сказал, что Он тем является. Он просто сказал, скажите Ему, что слепые прозревают, что глухие слышат. И когда Иоанн это услышал, Он понял. Я молюсь за каждого. мир не будет спрашивать, ты ли тот, или нет. И это не произойдет, что они не найдут ни одного доказательства, что ты тот. мы свидетели, и мы те люди. И второй стих продолжает. какого не бывало от века. И после того не будет в роды родов. В английской Библии сказано, что третий. Перед Ним пожирает огонь. Не просто так там сказано, что ни одно оружие, сделанное против Меня, не будет успешным. Перед Самсоном идет огонь. Если будешь у Меня на пути, тебя этот огонь пожрет. Перед этим народом был огонь. А за ним палит пламя. Перед ними земля, как сад едемский. Видите? Видите? Среди, где все во тьме, эти люди у них совсем другая реальность. Их реальность это сад едемский. Они смотрят впереди и видят едемский сад. Мы приходим с разных реальностей. И Бог хочет, чтобы мы его царство принесли сюда. И Библия говорит, пусть твое царство придет. Но как вы думаете, когда оно приходит, где же я буду? Меня выберут оттуда? Нет. Я буду в его царстве на земле посреди хаоса. И его царство не в хаосе. Перед этими людьми будет едемский сад. Впереди будет огонь и сзади. И позади него будет опустошенная степь. И никому не будет спасения от него. И в четвертом стихе заключается мое послание сегодня. Вид его как вид коней. и скачут они как всадники. Вид его, их натура, их характер будет как у коней. Вот в чем вопрос. Что же Бог хочет нас научить о конях? что же нам нужно в этом увидеть? А, чтобы мы могли пережить все то, о чем я сейчас говорил. Значит, есть что-то в этих конях, что делает их животными для войны, для битвы. и мы сейчас в сезоне войны. И в духовной реальности есть много войн. Также и в физической. Ты не можешь просто любого человека взять и сделать его, поставить войном. Это возможно только когда есть чрезвычайная ситуация. в армии люди тренируются до войны. И Бог тренирует армию последнего времени. И знаете, какая характеристика у армии? и я также буду делиться о конях, какие у них характеристики. И возможно эта тема продлится на месяц. Но я сегодня поделюсь лишь первой из них, то есть характеристика коня, коней. Когда армии тренируются, их тренируют за пределами возможностей их тела. Бог может использовать любого. И Он хочет использовать каждого. Но плоть станет врагом. Комфорт станет врагом. никому в армии не комфортно. Когда тебе нужно когда они как бы качаются сто раз, отжимаются. У меня есть такой друг, он мне рассказал. Он в армии, которая на воде. Как они? Морской флот. то есть это как армия. И уже на 70-м отжимании Он сказал, что мое тело просто отключилось полностью. все. Но мой разум бодрствовал. Но мой разум меня повел дальше. Я видел, что я еще 30 могу сделать. И я продолжал. 150 вместо 150. Но вместо 100 я отжался 150. Потому что я отключился от тела, мое тело полностью отключилось. Но теперь мой разум контролировал моим телом. и это напомнило мне одно местописание. Обновляйтесь умом разума вашего. Видите, куда вас поведет ваш разум, туда последует и ваше тело. тело всегда вам будет говорить, не, нет, этого не можешь сделать. Армия выходит из своей зоны комфорта. Это некомфортно для плоти ходить с Богом. Плоть этого не хочет. Библия говорит, ходите в духе, чтобы не исполнять все пожелания плоти. Европейское христианство настолько ухаживает, заботится о плоти и пытается это сделать духовным. О, если сделаешь это, Бог все равно тебя послушает. Если это, Он все равно послушает. Но есть разница между жителями и армией. Жители отличаются от армии. Ты не идешь по улице и не даешь кому-то пистолет просто так. Но ты даешь пистолет и оружие бомбы армии, потому что они знают, что с этим делать. Та же бомба, которая является оружием в армии, могла бы погубить мирных жителей, если им это дать. Ты можешь быть христианом, Бог любит тебя, ты можешь комфортно жить свою жизнь и быть жителем и пойти на небе. но если ты хочешь быть частью этой армии, будут жертвы плоти. Ты ночью не будешь спать, будешь молиться за народы. Ты, может быть, днями будешь спаститься не за себя из-за того человека, который в депрессии, ты молишься и ходатайствуешь. Ты часами будешь читать Слово, не как житель, который просто хочет провести время с Богом, но как кто-то, кто что-то ищет. Почему я не могу делать то, что Иисус сделал? Почему я помолился за больного, но он не исцелился? О, это просто воля Божия. Нет! Божья воля исцелить каждого. И я читал Слово, пока не принимаю, не получаю это откровение. Я вам скажу об одной армии, которую я знаю. может быть две. Джон Джи Лейк. Это был человек, которого кровь убила вирус. Его кровь убила вирус, который погубил много людей. И потом он делал служение исцеления. И 30 людей встало с колясок. глухие уши открылись, глаза открывались. И он приходил домой, сидел в офисе, изучал что-то 8 часов, молился, не выходя из комнаты, не ел и сидел. И он был в печали. И его жена спрашивала, почему? Ты же должен молиться Богу и славить Его. Он сказал, я это уже сделал на сцене. но они взяли ребенка с коляски и его также и отвезли обратно домой. И он плакал, говорил отцу, я думал, что сегодня получу исцеление. Слава Богу за 30 людей, которые встали с колясок. Но я не могу забыть этого мальчика. Почему он не встал? Я хочу знать больше. Что я еще не знаю? То же самое с Кэтрин Кульман. Она сказала, спасибо Господь за все эти исцеления. Но Дух Святой, когда я вернусь домой, покажи, почему вот те люди не исцелились. Она говорила, это прямо на сцене. Жаждущие люди им никогда недостаточно. Я молюсь, чтобы сегодня Господь восстановил твою жажду. и мы не пытаемся угодить Богу. Он уже доволен нами. Но Он послал нас на задание. И мы понимаем, что время тикает. Иисус сам сказал, я буду делать дела отца моего пока еще день, потому что грядет ночь. Тот же Иисус, которого многие используют просто чтобы быть ленивым. знайте, насколько Он трудился. Подумайте на секунду. Есть ли тут такая женщина, которая хотела бы выйти замуж за Иисуса? Секундочку подумайте. Вы хотели бы выйти замуж за Иисуса? Ночью Он с Отцом. Днем изгоняет злых духов. А когда же время с Ним проводить? Когда Он даже свою мать отсылал. А кто ты такая будешь? И тот же Павел, которого люди используют как отговорку для лени, он сам говорил, что у него не было своей жизни. Он говорил молодым людям. Если вы хотите жениться, пожалуйста, но я, эта жизнь уже полностью посвящена, продана. Каждый, кого Бог использовал в Библии, они были дисциплинно мированы и фокусированы. Я вам говорю, это истина, Бог может использовать каждого. но задумывались ли вы, что 90% те, кого Бог использовал, даже когда они думали, что они никто, они на самом деле являлись кем-то. Элисей был трудолюбимым. Павел был преданным. Саул в Ветхом Завете был очень высоким, он был гигантом. И Лия был таким очень злым человеком. Активный. Бог может использовать как бы слабых людей, со своими слабостями. Но я вам хочу сказать эту истину. что Он ожидает, что эта слабость уйдет через Его силу и Твою дисциплину. Бог говорит, придите как вы есть, но не говорит, оставайтесь такими. Это сезон, когда мы возвращаемся в это тайное место и говорим Богу в это последнее время. Что ты имеешь для меня? Что ты хочешь, я сделал? Надели меня силой, чтобы идти и делать это. Единственная характеристика, которую я поделюсь сегодня, это характеристика коней, лошади, у них очень высокий уровень боевой готовности. Вчера я провел прекрасное время с лошадями, и вот откуда у меня зародилась эта тема. Спасибо, что пригласили нас, и Бог открыл мои глаза видеть. Я вчера видел, как они как бы отзываются, внезапно они двигаются, внезапно останавливаются, и я в этом видел вот это послание. У них очень высокий уровень боевой готовности. Они даже умеют спать стоя. Я не говорю, что тут нам нельзя спать, но я говорю о духовной готовности. Библия говорит, когда люди спали, пришел враг и посеял плевел, когда ты духовно спишь, и ты думаешь, что ничего не происходит, враг приходит и сеет, и уходит. И все кажется хорошо до дня жатвы. И вот печальная часть. В этот день жатвы. Знаете, что человек сделал? Ему пришлось искоренять эти плевелы и их сжигать. Кто-то может сказать, это же чудо, он же их вырвал и сжег. но задумайтесь, эти плевелы, они заняли место потенциальных растений. Возможно, в этом месте, где они росли, должно было быть что-то хорошее. и они забирали энергию, силу даже у тех хороших растений, которые были. И поэтому на день жатвы этот хозяин или фермер мог бы сказать, слава Богу, у нас там было 40 манго, 40 там еще чего-то. Да, вот эти плевелы немножко мешают, давайте их просто выбросим. Но если он придет на небо, он поймет, что если бы он не позволил врагу прийти, то его урожай в том году должен был быть минимум 120. Когда человек спал, пришел враг. вы духовно спали когда-нибудь? Бог говорит, встань, встань спящий. Вот что говорит Библия, встань, проснись. Кони не спят. Им не нужно лечь, чтобы заснуть. они стоят и они наготове. И стражи на стенах не спят. Они наблюдают. Являешься ли ты стражей на стенах для своей семьи? Может быть, ты единственный в своей семье, кто знает, как молиться. Ты не можешь позволить себе заснуть. Попроси у Бога в благодати бодрствовать. И это прекрасная характеристика лошади. Встань спящей. Встань спящей. Наблюдай и молись. Наблюдай и молись. Я прочитаю вам место Писания. И закончу на этом. Когда вы придете для моего, я бы хотел, чтобы вы прочитали Криминам 13. С 11 по 14 стиха. Мы прочитаем 1 Коринфянам 12 и 32. 1 Парелепоминон 12 32. Латвия же Библия Пермалайку. Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали время. Время. Была группа парней, которые назывались сыновьями Исахаровых. И они понимали время. И они могли с ним что-то делать. Есть такая поговорка, что надо надо бить по железу, пока оно горячее. Если ты хочешь как бы не сломать, а искривить этот металл, согнуть, если пропустить этот момент, когда он еще горячий, если ты будешь резко ударять по нему, ты его можешь сломать. Если ты духовно не на готовности, когда это железо горячее, ты можешь пропустить этот момент. Бог может сказать, в следующие три дня, пойди вот туда и туда, и вот произойдет это и это. Если ты не знаешь, и ты не на готове, то будут последствия, которых ты, возможно, узнаешь только на небе. Знаешь ли ты, что то, что люди бодрствовали, это спасло всю Африку? Да. Эфиопия, Юнох, 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 that Эфиопия man, это Эфиопия, как это по-русски, который Филипп, yeah, который Филипп проповедовал, Юнох, yeah. That man brought the message to Африка, Эфиопия, в Эфиопию принес послание в Африку, но он спасся человеком, который был духовно, который духовно бодрствовал. Бог говорил, Филипп, прыгни в этот chariot, look at that. Can you imagine можете представить? President was Levit, да? Zilevit, who has Пока нету, да? Yes, как зовут? Vinkiewicz. Vinkiewicz is going and he's riding in the car, he's Mercedes-Benz and suddenly I jump to his car, I jump to his car, open the door, I sit down, дверь открываюсь, сажусь, you know where I'm going? You know where I'm going? Where I'm going? Adios. That's what I'm talking about. Adios. Africa. Africa. Or to the jail. Or to the jail. At least if I didn't go to any of these places, if I would not go, if they would not send me to any of these places, at least I would go home with something on my face. So it must take the spirit of God and for this and 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 then to do it. «Зачем мне туда прыгать?» Но он бодрствовал. И у него была духовная смелость. Вот что Бог высвобождает в это последнее время. И все, что ему нужно от меня и тебя, это фокус. И это время с Ним. Нет никакой формулы на как, то есть надо сделать пять шагов, и на пятом ты станешь духовно чувствительным. Нет. Я вам вот что скажу. Есть лишь один секрет. Проводи время с Ним. Он сделает так, чтобы ты стал. Он говорит, следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков. Видите? Твоя часть — это следовать. А Я буду творить, делать. Следуй за Мной. Я сделаю тебя апостолом. Следуй за Мной. Не позволяй, чтобы целью было стать апостолом. Но пусть целью будет то, что ты хочешь быть со Мной. Следуй за Мной. И Я сделаю тебя великим лидером преславления. Следуй за Мной. И Я сделаю тебя сверхъестественным ходатаем. Знаете, чтобы быть ходатаем, нужно сверхъестественную силу. Чтобы молиться по семь часов, это неестественно. Молиться пять часов — это неестественно. Но Бог говорит, пусть не это будет целью. Следуй за Мной. Я сделаю тебя все, что я сказал. Бодрствовать. Быть чувствительным к Духу. Давайте встанем. Многим из нас надо будет поменять свое время. И Библия говорит, тот, кто молится на незнакомом языке, назидает себя. Когда ты молишься в Духе, когда ты молишься в Духе, то эта готовность, она как бы растет, возрастает. Ты становишься чувствительным. Давайте минуту помолимся в Духе. Будем назидать себя. Пусть это Слово попадет в Твой Дух. Когда ты молишься, скажи, Господь дай мне благодать проводить время с Тобой. Сделай это естественным. Я распинаю Своё плоть. Я распинаю Своё плоть. Я нахожу Свой мир в Тебе. Но я не позволю комфорту забрать мое призвание, мою судьбу. Спасибо, Иисус. У нас сейчас будет хлебопреломление. И это также является источником силы. Всем нам нравится история Давида. О, в 12 лет он убил Голиафа. Но он был усердным. И он был сфокусированным. И в 12 лет он уже смотрел над овцами. В 12 лет он понес еду братьям. Бог требует усердства. И отделение, посвящение. Он говорит отдавать себя как жертву живую. Твоя плоть. Твои желания. И то, что тебе так нравится сейчас. То, что ты любишь, можешь ли ты это оставить? И сказать, Господь, это мой Исаак. Если ты хочешь его взять, я просто хочу тебя. Я Богу говорю это каждый раз. Если ты хочешь этот микрофон, возьми. Если это цена тому, чтобы я мог быть с тобой. Потому что без служения я не вижу, чем бы я еще мог заниматься. Моя жизнь полностью продана. И одним словом, если Бог говорит, что я забираю служение, это означает, что я по-человечески пуст. Но я говорю ему снова, если это то, что он хочет, он может это забрать. Все, что я хочу, это он. Субтитры создавал DimaTorzok Отец, мы благодарим Тебя за Твою кровь. за Твою жертву. Это что делает Его имя сильным. Библия говорит, что при упоминании имени Иисуса каждое колено должно преклониться. Но эта сила пришла от жертвы. Спасибо, Отец, за Твою жертву. И мы, когда мы принимаем это причастие сегодня, мы делаем это воспоминание Тебе и того, кто мы в Тебе. И все, кто примут это сегодня, имя Иисуса больше не будет бессильным в Твоих устах. я посвобождаю силу Божью во имя Иисуса. Спасибо, Иисус. Благодарим, Иисус. Тебе примат. Отец, наши жизни Твои. Мы не пытаемся купить ничего от Тебя. Мы не пытаемся ничего выкупить у Тебя. Ты нам все дал бесплатно во Христе. Мы просим мудрости, благодати чтобы раздавать то, что Ты нам дал, чтобы свободно отдавать другим. Спасибо Тебе. Почему я чувствую, что в следующих 30 секунд, я чувствую, что в следующих 30 секунд Бог хочет, чтобы мы что-то Ему сказали. Если ты хочешь, ты можешь Его поблагодарить. Если хочешь что-то попросить, проси. Если просто хочешь Ему признаться в любви, Папа слушает. Спасибо, Иисус. Спасибо за Твою благодать. Спасибо за Твою любовь. Спасибо за Твою силу. За все то, чего мы даже не заслуживаем. Что Ты высвобождаешь для нас. Спасибо, что Ты делаешь нас прекрасными и чудесными. Спасибо, что Ты нас зовешь своим святым зовом. Спасибо, Иисус. Мы воздаем Тебе славу. Спасибо, Отец. Давайте возьмем, соберем пожертвование. Но передать им. Перед тем, как ты будешь сеять. Когда будешь держать его в руках. Просто подними его. Еще не давайте. Я еще никогда этого не делал. Но Господь хочет, чтобы мы сделали что-то пророческое. Подними свою жертву. Небесный Отец. И те, кто дает в онлайн. Каждый, кто здесь. И каждый, у кого есть дающее сердце. Или у кого, кому нечего давать. Я молюсь за каждого. Это семя. Уберет каждые зря потраченные годы. Во имя Иисуса. Каждая плевела, которая была посеяна. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Будь удален. Это новый сезон. Во имя Иисуса. Каждая, кто слышит мой голос. Иди и приноси плоды. Иди и будь продуктивным. Во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Уважаем Тебе славу. Аллилуйя. Давайте будем сеять. Если нас смотрите онлайн, вы можете давать, увидеть информацию на экране. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. И есть звук дождя. И сейчас каждая сухая земля становится плодоносной. Каждая сухая земля в семьях, в бизнесе, в работе становится плодоносной. Я уже видел силу пророческого слова. Я видел силу пророческого слова. И Господь говорит прямо сейчас. Дождь сейчас сходит на каждого человека. Я вижу свет. Я вижу направление. До конца, до окончания этой недели. Даже до начала следующего месяца. Я вижу, как открывается новая дверь. Я вижу чудеса. Я вижу, как безысходные ситуации изменяются. Спасибо, Небесный Отец. Мы даем Тебе всю славу. Спасибо, Иисус. Давайте воздадим Ему славу. Аллелюя. Аллелюю. Аллелюя. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус.